Геннадий Горбач из Узункольского района уже не один год работает физруком в селе Миролюбовка. Последние 10 лет в бывшем совхозе Киевский. Вместе с друзьями он проводит Куба Киевлян. В спортивных состязаниях участвуют не только жители Миролюбовки, но и окрестных сел. Приезжают из России и Германии бывшие соотечественники. Наград не счесть, а поддержки, говорит Геннадий, мало. Поэтому и привез проект по пропаганде здорового образа жизни на областную ярмарку социальных идей и проектов. Мы живем пока на энтузиазме. Вот может если сегодня выигрываем, может это первое, что мы заслужили. А пока мы живем только на своей чистой энтузиазме. Я ищу спонсоров. Я в принципе не против, это хорошее дело. Но здесь я бы хотел добавить, чтобы не уже по накатанной дорожке, а какие-нибудь креативные виды спорта. Я вот вам сказал, наверное, пляжный баскетбол, велодартс, у нас много идей, которые вот такие, креативного вида. Будем стараться выставляться, чтобы иметь гранты и что-то, имея деньги, естественно, больше развиваться. Эта цель у участников областной ярмарки общая. Вот, к примеру, Олег Епанчинцев из села Ауликоль. Воспитывает восьмерых детей. В свободное время плетет из лозы предметы домашнего пехота. Многодетный отец хочет научить этому и других детей. Булат Кинджибаев из села Владимировка руководит военно-патриотическим клубом. Он предлагает свою помощь госорганам в воспитании будущих защитников Родины. Кстати, как отмечают организаторы, ярмарка стала диалоговая площадка между НПО и управлениями. Ведь не секрет, что лишь единицы госучреждений работают с неправительственным сектором. Мы очень надеемся, что этим управлением присоединятся и другие. Например, некоторые НПО выражают готовность работать с управлением предпринимательства, с управлением юстиции, с управлением сельского хозяйства. Сейчас очень много вопросов в сфере ЖКХ, которые еще пока не охвачены неправительственными организациями, но они уже являются очень важными помощниками для государства в этом направлении. По словам Динары Утибаева, сегодня почти 30% совместных идей НПО и госучреждений идет в социальной сфере. А перспектив взаимодействия, подчеркивает, она намного больше. На ярмарке подвели итоги и конкурса мини-грантов. По 70 тысяч тенге получили 8 НПО, среди которых, кстати, и проект Геннадия Горбача. Дмитрий Гуренко и Татьяна Калюжная, РТН. Продолжение следует...